всем привет дело делом нам нужно когда-то и отдыхать после того как вчера мы с дочкой буквально за два часа похожим перехожим субботу и воскресенье гремняками местам мы собирали больше ведра подосиновиков я решила по дороге на точок заглянуть еще в одну рощицу посмотрим что здесь я вижу по дороге что ее гремники в субботу воскресенье не обидели и дорога здесь разбита было много машин ну посмотрим что они там наездили а вот и следы двуногих животных которые только приехали в лес и идут собирать и собирать грибы вот визитная карточка двуногих это они так мастерят палки для сбора грибов то что грибов они искать не не умеют не знают где они растут это ерунда главное палки ну вот только зашел и благодаря мышам мы сам увидел первый гриб он такой коричневый такая цвет листвы шляпа что просто так увидеть просто такой гриб невозможно а вот мышь сделала свое дело ничего первых рыбку первый гриб заберем надеемся не последний вчера вчера был гриб значительно поменьше я понимаю что потеплела и вроде бы как бабе лето заканчивается но не с такой же скоростью расти за сутки из из подростка превращаться в взрослый переросший гриб а вот интересно холм кстати сверчки еще до сих пор поют октябрь месяц сверчки сверчат непонятно только ранняя весна и поздняя осень если бы не желтые листья ранее весна была бы так вот для любителей свинух вот поляна мешок свинух в траве но нам надо спешить мы свинухи не берем грибы грибы за которыми я опоздал сейчас я покажу размерчик вот это размерчик грибы за которыми я опоздал ну пускай распространяют споры а вот помоложе гриб вот гриб помоложе размер гриба здесь нужно было быть наверное дня 4 назад вот так остались остались одни свинухи в награду ну здесь конечно же да ну шо ты я просто хожу по свинухам я по свинухам хожу они весь склон и они таким водопадом свинухи растут водопадом сверху донизу да а вот красавчик меня радует прямо издалека я все под ноги да под ноги посмотрел вдаль он стоит ну вот вот ради таких моментов не ради ведер с грибами не ну конечно какая-то часть жадности присутствует хочется набрать грибов но вот такие моменты момент когда увидел издалека такого красавца стоит дороже чем сам гриб и сразу же при вкушении что где-то рядом еще такие же а а я прав рядом еще такие же вот он прятался за спиной старшего товарища ладно ищем ищем еще такие же ищем и тут же находим я вижу что просто бегать нет смысла она все растет она все растет в траве просто его не видно наверное здесь много и маленьких просто маленькие маленьких увидеть ну так как настоящим где-то вовремя сг cher listens MARIZA TOI а значит занимаемся большими да грибы собирать там где не бродили грибники или даже ведь их где бродили я вижу что здесь тропы есть трубку есть этим занимали же такие трубы наix на топтать дикие животные и так вот т styles бегали грибники и бы собирать одно удовольствие это что-то с чем-то не так грибы как собирать и видеть созерцать вот такие грибы просто в диких местах и я вот можно наступить аккуратно нужно ходить даже бегать даже бегать нужно аккуратно вот такие грибочки даже бегать нужно аккуратно так вот я для любителей грибов для любителей поиска грибов наших местах чтобы было понятно где я нахожусь я конечно же место точно не обозначу мне это не нужно абсолютно но это я покажу я не внизу я не в этот раз я не залез в яр не залез и поглубже там где темное болото и сыра и вообще нет людей я в этот раз поднялся вверх я в этот раз поднялся вверх когда все берут вверх я лезу вниз когда все лезут вниз поглубже там где побольше воды я полез вверх вот такие пироги собираем грибы но просто просто красиво что тут еще говорить собираем красавца в ведерко ну это просто просто настоящий красавец ведерко и с такими грибами ведерко очень очень быстро заканчивается я теперь понимаю почему на севере северные народы носят туиса у себя для грибов большие плоские а потому что там грибы просто не влазят в ведро десяток гриба и уже ведро есть а ножка ножка просто шик и блеск я не знаю как их нужно сюда запихивать а это появился маховичок маховичок зеленый или бархатный у него такая светло-салатовая махровая даже не махровая а бархатная шляпка красавчик летом они некрасивые они утлы и хилые взялые а вот туда это красавчик во всей своей красе ярко салатовая и шляпка и иминофор красивый гриб забираем вот маховичок упал прямо между между грибами нужно будет доставать скоро второе ведро а вот вот друзей друзей не пощадили мыши мыши выедают маховики как бананы вот так ничего и нам хватит и мышам а вот интересно все в мухоморах мухоморы везде абсолютно все все место мухоморах мухоморы 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 и вот здесь место для отдыха среди мухоморов я не знаю одно чё чё это место но явно не просто так сложился стол два стула и все вытоптано вот здесь дуб растет кстати место для раевни просто шикарная и вокруг мухоморов под дубом местечко для отдыха вот так все видно весь лес как на ладони и отдыхаешь наблюдаешь да умеет лес радовать и казалось бы простыми вещами вот осенечек шикарный шикарный красивый осенечек светлый влажный прошел ни одного гриба ни одного иду дальше вообще тишина я просто понимаю что среди опавшие листвы я грибы просто не вижу если даже они здесь и есть и их просто не могу видеть нужны крупные грибы крупные грибы нужны только подумал про крупные грибы бац проверяй зрение за хорошее зрение два гриба премия и какие грибы какие грибы как на картинке как на картинке ну а коль уже присел за грибочками присмотрись присмотрись вокруг я не знаю следующий раз может может есть смысл просто поползать потому что идешь прошел черти сколько не нашел ни одного гриба присел посмотрел она растет за хорошее зрение 3 либо премия так все у меня закончилась закончилась одно ведерко начинаем второе ну а там где 3 либо там уже их и 4 какие красавцы еще сюда эти еще поместятся сюда эти еще поместятся но следующим точно новое ведро нужно я вам скажу лазить очень даже помогает ну как такое чудо можно увидеть если не лазить пять раз прошел не нашел раз присел и увидел так вот только что позвонили не знаешь где растут грибы знаю вот тут они растут вот это грибы а сколько переросших переросших наверное раз в 10 больше нежели хороших я сюда не заходил я надеялся что местные в курсе про эти места но но не так сталося нужно добирать хотя бы те что остались до собирался грибник уже собираю грибы на ощупь это чтобы работать на ощупь палка не помогает а помогает сапог вот так сапог превращает гриб в блин но зато соседней 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 спасает грибы все таки эту ену просто это не грибы это это сказка а вот интересный зверь черная гадюка никольского греется на солнце некоторые считают что это отдельный вид черная гадюка никольского некоторые зоологи считают что это всего лишь под вид гадюки обыкновенной гадюка обыкновенная имеют имеет рисунок на спине и гадюка степная имеет его еще более яркий а вот черная гадюка никольского полностью черная хотя абсолютно больше ничем не отличается от гадюки обыкновенной я связываю это с тем что гадюка обыкновенная живущая в лесостепи в более южных регионах там ей хватает тепла а вот в наших местах в ярах в глубоких оврагах возле рычеев тепла гадюкам не хватает а поскольку это холоднокровное животное оно и такое меланист вы выживали в основном меланисты потому что они его лучше усваивают от от солнца вот и появился такой подвид черные гадюки никольского сейчас мы с ней немножко поиграемся она заметила и рад с нами не хочет она толстая ух ты шикарный шикарная в оборону упала оборонительная стойка ух бьет палку кусает палку от бросок бросок пускай бежит огромная черная красивая красавица удачи тебе я не знаю почему но местное население обязательно старается убить змею если увидит в лесу это конечно дикость но вот такое поведение имеет место быть иногда перешли к хождению подхождение к ползанию вот такие грибочки рядовки рядовки мечта мечта но и грибников они действительно рядами и рядовка крупная ну а мы сейчас зарываем последние семейки маховичков вот такую красивую семейку я просто не могу пропустить такая дружная прелесть дорываем и собираемся домой полтора часа пролетела пора и домой что-то полезное сделать вот и посмотри а либо не отпускают просто не отпускают я уже вышел надо на дорогу хух они прямо торчат здоровье прямо торчат здоровье любых что с ними делать хоть глаза закрывай и беги но это что-то невероятное так придется и делать так делать и придется я просто не могу оставлять вот здесь такие грибочки а забирать уже вроде были некуда ну вот так мы добежали до машины уже почти закрытыми глазами поскольку времени нету нужно еще дома много дел мое время стекло прогулки я думаю что результат хороший после после получишь получище грибников которые табу нами пробегали два дня и сейчас на машинах и летают как будто вы мотокросс лесах открылся я думаю что ну кому кому мотокросс по лесам а кому грибы собирать всем спасибо за внимание и терпение